А литература тоже разделится на две генеральные линии, литература люденов и людей? Появятся ли у люденов свои сюжеты, которых не смогут воспринимать обычные люди? Каким будет литературный мир люденов? Ну, послушайте, Баглан, давно это произошло. Метамодернизм это называется. Многие ли могут читать с увлечением Дэвида Фостера Уоллеса? Да нет, конечно. Многие ли могут сегодня читать в Марка Данилевского? Only Revolution, например. Дом листьев, ладно. А Only Revolution? Много знаете людей, которые могут читать? А много вы знаете людей, которые в 70-е годы смотрели и понимали зеркало Тарковского? Нет, конечно, происходит это разделение. И у люденов другие эмоции. Я даже могу вам сказать, какая главная эмоция людена. Это эмоция Камилла в далёкой радуге. Такая бесконечная печаль, бесконечно одинокого человека. Вот он совсем другой. И он проснётся совсем один на планете, засыпанный пеплом. Все погибли, а он опять жив. Ну, правда, они не погибли, потому что их все спасли, как мы знаем. Но вообще-то это не очень легко. Точно так же и здесь, понимаете, как бы это сказать. Главная эмоция, скажем, Романа Впинчена, ну, например, радуги гравитации, это грусть. Такая, ну, а ви, тоже такая грусть не совсем человеческого существа, которая страстно мечтает быть человеческим и не может. Вот это, да, эмоция людена. Такая космическая тоска, такая невероятная печаль. Светлая и, ну, даже, может быть, и не светлая.